Ребятки, я позавтракала. Теперь мне надо выпить витаминки. Омега-3. Ребятки, здесь капсулы. Хотела, знаете, как, смотрите, сразу три штуки закинуть и выпить. Вы знаете, ребятки, тут даже хотя бы одну проглотить, она как встанет между горло. Так, значит, три. Как доктор прописал. Этот. Витамин Д. Десять тысяч я пью. Значит, омегу. Это, ребятки, никому не пить. Это только конфликтироваться с врачом. Это не реклама, это я все купила. Так, значит, у меня омега-3 тысячи стоит. Д-3. Десять тысяч стоит. Так, и вот эта вот штука. Одна штука утром. Она настоящая сегодня из-за лепуха. Кстати, этот берберин, не тот берберин, который в аптеке продается, а именно вот этот берберин пятьсот. В аптеке пятерка и десятка, а нужно пятьсот. Он прям горький, несмотря на то, что капсулы, они горькие. Значит, одна утром, одна вечером. Так, и для поддержки моего давления, слава богу, как огурчик, мне уже Дмитрий Сергеевич сказал пополовинке. Ну, вот, короче, ребятки, я пропиваю курс три месяца. Так, сейчас. Я вот так его разломала, потому что мне уже целое это много. Он с накопительным эффектом. Сейчас, ребятки. Вот так. И вот это все надо выпить, ребятки. Вот это по одной, по одной надо выпить. Каждое утро. Ну, и этот от давления вечером еще половинку, утром и вечером. Вот этот берберин. Как вот пить-таки, ребятки? Вы бы видели, они вот, ну, вот смотрите, мизинец, да, фаланга. Представляете, как? Ладно, буду пить. Дети гулять хотят? Гулять, да, дети? Пойдемте. Там на улице, ребятки, солнце солнечное. Рано утром, знаете, как птички поют? Так, мне значит, что я вышла. Мне нужно развесить гулье. Вон, целый таз постельного. Тряпку эту убираю. И развешиваем. Смотрите, как лилии уже. Вымахали, просто вымахали. Сейчас развешиваю все. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Ой, уже ириски на подходе. Ириски на подходе, ребятки. Что ты там, телефон? Покажи подход. Красотки. И жрут, смотрите, эти клопы вон, красные. Видите, он сжирает все. Сейчас я выйду, соберу. Соберу французский ресторан с этого забора. Ведро надо взять. И устроим здесь сискотеку, ребятки. Все, надо развесить все. Сейчас, ребятки, вот здесь все раз чищу. Смотрите, сколько здесь этой мокрицы. Мокрица, да? Ей нужно обработать эти лилии, а то цветов не будет. Видите, все пожрато. Все пожрато. Мелкие дырки. Такие. Эти солдатики. И вот этот ресторан подсоберу. Сначала все, видите, как все в ресторане. Соберу траву. И вперед. И вперед. Собирать французский ресторан. Живой, смотрите, какой. Живой. Что? Время не стоит. Ой, я не знаю, ребятки. Смотрите. Вычистила я здесь травку. Муравку. И смотрите, сколько много здесь травы. Казалось бы, да? Чуть-чуть. А здесь много. Здесь расчистила все. И вот здесь везде. Расчистила я эту травку. Собрала улиток. Видите, вот эти. Красненькие. Вот они жрут. И вот откусывают вот так листики. Этот. А улитки, смотрите, что я сделала. Спасибо огромное нашим дорогим подписчикам. Нам посоветовали. Видите, ни одна улитка не вылезла. Тут их очень много. Я налила чуть-чуть воды и добавила сюда соль. Все. Раньше, помнишь, набираешь эти улитки, а они все выползают просто. Да, и сейчас вот здесь пройдусь по забору. По забору пройдусь. И пройдусь везде. Вот в этих зарослях, джунглях. А кто это, Сань, проехал? Соседи. Новые соседи? Я даже ни разу не видела. Вот, ребятки, у нас новые соседи. Через дом живут. А я даже не знала. Видите, вот так вот сейчас. Соберу. Все делаю в перчатках. И наберу джусай. Нарву. В комментариях в телеграме спрашивали, какой у него вкус. Знаете, вкус похож на черемшу. Лук и чеснок. Видите, как они сидят. И вот туда. Вот так. Очень много. Аж вон куда даже залезли. Вот так. Посчитаем, ребятки, потом или нет? А? Сколько в итоге штук? Басенька? Хочешь французский ресторан? Ешь. Они уже соленые, маринованные. Их уже есть нельзя. Они уже будут невкусными. Короче, вот такие дела, ребятки. Здесь их очень много. Очень-очень-очень. Рука уже полная. Смотрите, какая красота. Айва. Айвушка. Варенье бесподобное айвовое. Бесподобное айвовое варенье. Королева варенья. Давай-давай-давай. Вот так, ребятки. Взяла я телефон. Здесь у нас... Сейчас расчищаю. У нас здесь, ребятки, я ее отсадила. Она в другом месте росла. Это... Это... Мелисса. Мелисса. Подождите, Мелисса, да? Душистая, вот как лимоником пахнет. Она отрастет. Вот я хочу спросить, ребятки, сейчас. Сейчас я тут сразу закину. Хотела одно спросить, потом... Ну, сейчас другое. Ладно, сначала по очереди. Здесь у меня этот... Душица, ребятки. От кашля зацветет. Тут тоже все перебирала, расчищала. Ладно, это все хорошо. Здесь растет ежевика. Black Magic. Тройная корона. Видите, вот она вся. Она ремонтантная. Она сейчас будет плодоносить. И она, видите, вся ветка усыпана. И будет плодоносить еще осенью. У нее очень красивый цвет. Смотрите, как жасмин, да? У нее очень много ягод. Видите, то есть, это ветка. Вон, она плодоносила в том году. Надо эти секаторы мне срезать. И на ней, вот ранний урожай, мы сейчас соберем на этой ветке, да? Видите, сколько здесь бутонов. Потом это мы все срежем. И сейчас растут новые ветки. Вот они, побеги. У них урожай уже будет в конце августа. И зато эта ежевика, чем она не нравится, что у нас какой-то крыжовник там весь какой-то. Не такой. Она, смотрите, какая урожайная. Это другая. Вот у нас две ежевики. Но знаете, какой у нее огромный-огромный минус? Ребятки, у нее колючки, смотрите, какие. У нее колючища. Она вся в колючках. Ее не дотронутся. И при этом, смотрите, везде вот эти зловещие улитки. Они везде. Ладно на листиках. Ладно там, вот сюда. Но они даже на колючках сидят. Видите? Вот эти улитки. Сейчас они на... Тут две штуки аж сидят. Раз. Вот еще потихонечку. Ну... Упала вот она. Очень колючая. Это огромный-огромный минус. Это ежевики. Посмотрите, какие колючки. Они острые, как вот иголки самые настоящие. Это Black Madgets. Magic. Подождите, Black Magic. Да. Американская тоже селекция. Но она очень сладкая. Она прям сладющая. Но у нее огромный минус. Видите, как цветет. Места пустого нет. Вся веточка, вся... Все вот просто. Пышет. Скоро все это зацветет. Но знаете, чем она еще не нравится? То, что она дает поросль. Как дикая бескультура. Понимаете, какой, ребятки? Вот захотела, там вышла. Захотела, здесь вышла. Еще Саня, когда про полку делал, он много убрал. Я такие вещи не люблю. А вон та, что начис, она не дает вот так. Где хочешь, там вылезла, да? Как дикорастущая. Она растет культурно. Так же, как и мы, и наши подписчики. У нас только подписчики культурные и с чувством юмора, да, ребятки? Других у нас нет. Так, что же я... Давай, что ты, батарейка? Короче, ребятки, садятся прямо на колючки. Видно, я сняла уже. Убрала, видно уже. Садятся на колючках. И на колючках сидят прям эти зловещие улитки. Я, видно, убрала уже ее. Не ждала. Видите, вот они. Вот они. На верхушку залезла. А это что такое? А это что такое, ребятки? Смотрите. Какой-то кокон. Какой-то кокон, ребятки. Смотрите, кокон. Эх! Эх! Он сухой. Эх! Ладно, секаторами разрежу. И вот так вот. Там уже, знаете, сколько много? Но они ни одна не выползла, понимаете? Потому что они сразу маринуются, ребятки. В Краснодар ресторан. Сейчас я их промою. И в банке. В банке. По пол-литра, наверное. Или в вакуум. И в Краснодар. О, видите, вот. Вот куда? Там же колючки. А они сидят. В Краснодар все поедете. Будет французский реставрант. Ребятки, а что думали? Только одними пирожками будем заниматься. И улитками тоже. Не хухры-мухры. Правильно нам говорят подписчики. Ютуб не вечный. Вы помните, согласны. Вот. Стоит только то отсюда не уезжать. Из-за улиток. Потому что это дело нужно развивать, ребятки. Продвигать. Правильно? Пусть они жрут все. Ирисы все сожрали. Ну, им же надо питаться. Потом в французский ресторан. Корейскую кухню уже многие знают. А вот французскую нет, ребятки. Видите, вот сидят. Так что по баночкам пол-литровым стерилизация или как там. Я думаю, оставить их в домике или без домика. Или с домиком сразу по банкам на производство. Места у нас много. Заняться есть чем. Правильно, ребятки? А это вот начис. Это, конечно, культура-мультур. Вот как растет она вот здесь. Кушать! Привет! Закончился? Смотрите, как носится. Он мне все ирисы переломал, а? Все ирисы переломал! Все ирисы переломал! Что за ребенок, а? Сосед косит. Это культура, конечно. О, уже начал начислить. Короче, вот так, ребятки. Здесь, конечно, будет улиток море, потому что здесь сыро, здесь густо. Вообще, зачем я сюда эту малину ткнула? Ну, ладно. Все. Так, меня там сейчас надо убирать. И сейчас буду в этих ирисах. Ирисы пожрали капитально, видите, что? И цветов даже толком нет. Цветов нет. Что это, цветы, столь? Идите, кушайте, кормите там всех. Ну, здесь есть стрелки, а вот здесь лысо. Там нету, тут. Ну, что это такое? Смотрите. Видите, как они делают? Вот он сидит вот здесь, этот гад. А ну-ка, хватит носиться. А здесь погрыз. Видите, как сгрыз? И вот кирдык-пердык бутону. И вот так вот сидят и жрут все. Вот высасывают кровопицы. Ну, вы пойдете мне. Откроем сеть ресторанов. Французских в Краснодаре. Ничего, будем кормить вас ирисами, зато будем заниматься улитками. Хорошее дело, кстати, ребятки. Полезно это белок, кстати. Никакого жареного, соленого, сладкого. Все, отключаюсь. Дел в ад. Ой, ребятки, даже считать не буду, потому что их здесь миллион. Даже не знаю. Видите, вот. Даже считать не буду. Жалко время. Ну что, ребятки, промываем, да? И консервируем. Я, ребятки, делала рожки с фаршем. Вот сейчас еду с огурцами. И с амджаном. Ребятки, все, кто ест, всем приятного аппетита. Это очень вкусно. Без хлеба. Ммм, вкусняшка. Ребятки, я сейчас буду ложиться спать. Я здесь на кулинарный канал сняла видео. Это просто бесподобно. Это очень вкусно. Помните, брала свинину? С любого мяса можно приготовить. Я не люблю, когда внутри морковь или чеснок. Все это протыкается. Оно мягкое, оно сочное. Оно держит форму. На кулинарном канале будет рецепт. Очень вкусно. Вместо колбасы тоненький кусочек нарезал с хлебушком. Вообще бесподобно. Дешевле и вкуснее. Ребятки, просто вот оттаз. Видите, как я протыкала? Очень вкусно. Все, ребятки, пошла я спать. Сейчас все помою, беру, смонтирую видео. И до завтра. Всем привет, пока-пока.